Вот иногда вы спрашиваете, зачем гинекологу нужно знать, какое у вас количество партнёров, что вы делали, чем вы предохраняли, сколько у вас было родов, апортов и так далее. На самом деле для нас это очень важно. А почему? А потому что потом, спустя много-много лет, вы приходите и не понимаете, а почему у меня бесплодие, почему я не могу родить? Да потому что каждый новый партнёр приносит свою микрофлору, свою инфекцию, вы потом бесконечно лечитесь. И в малом тазу возникают спайки, спаечный процесс, когда всё между другом вот так слипается и похоже это на большую паутину, где между собой и трубы, и яичники, и матка. И чтобы с этим справляться, нужна, конечно же, будет операция. Но для чего я это говорю? А потому что истинная причина вот этого всего – это ваша беспорядочная, неправильная половая жизнь. Привет! Несмотря на то, что я не сторонница того, чтобы у женщины было много разных партнёров, но я считаю так, ты можешь спать с кем угодно, бог с этим всем, ты свободная женщина, в свободной стране живёшь и всё такое. Но есть такая прекрасная штука, как барьерная контрацепция. Нельзя, нельзя никогда вообще от этого отказываться, если ты не замужем. Только с мужем можно там что угодно творить, да? Это твой муж, это человек, который должен хранить тебе верность и не таскать всякую инфекцию тебе в постели, соответственно, ты должна делать то же самое. Но когда ты спишь сегодня с одним, завтра с другим, да даже раз в месяц у тебя они меняются или как-то там с нехорошей чистотой и периодичностью, используйте презервативы. Ничего плохого в этом нет. И если партнёр говорит, что ой, мне там неудобно, шлите нафиг. Одному неудобно, второму неудобно, третьему будет удобно, потому что это здоровье, это женское здоровье, это очень важно. Но бабы просто настолько вот, не знаю, в каких-то грёбанных облаках живут, что ну ничего страшного, пойду на поводу, да, там, ой, ну или там, мне там так сильно захотелось, да, что я пренебрегла безопасностью. А потом все это плачутся, я заболела, я там подцепила и прочее, прочее. А потом да, потом они говорят, что я не могу иметь детей. Так это вы и сами виноваты. Не мужчины, с которыми вы спали, вы и сами виноваты.